Сердечно-сосудистые онкологические заболевания чаще всего выявляют во время диспансеризации. Ее проведение наконец-то возобновили в регионе. Медики отмечают людей, которые хотят проверить свое здоровье. В этом году меньше, и хотя ситуация по коронавирусной инфекции в области стабилизируется, люди пока опасаются лишний раз посещать медицинские учреждения. Наталья Цопина продолжит тему. Ни бритонической болезни есть? Нет. Ишемическая болезнь сердца? Нет. Анкета составлена так, что ответы помогают медикам заподозрить у пациента какое-либо заболевание. Елена Пекарская отвечает на эти вопросы уже не первый раз. На диспансеризацию приходит ежегодно. Сама работает в поликлинике, знает, что болезнь легче предупредить, чем лечить. Была тревога, что что-то не так, есть, как говорится, шанс пропустить. Но, слава богу, все нормально. Поэтому и хожу, чтобы быть спокойным за свое будущее, чтобы мои родные не переживали. Чаще всего в результате диспансеризации выявляют артериальную гипертонию, ишемическую болезнь, в тройке лидеров и онкологии. Из-за пандемии в этом году проведение медосмотров несколько раз ограничивали. Сейчас эпидситуация в регионе стабилизируется, потому с 1 декабря работу возобновили. Но строго следует временным рекомендациям Минздрава России. Потоки больных и пациентов, которые пришли на диспансеризацию, должны быть разведены. Обязательно предварительная запись и отсутствие симптомов вирусных заболеваний. Начинали диспансеризацию, это было лет 7 назад. У нас в основной поток был пожилых людей. А вот последние годы я заметила, что у нас молодые люди, ну то есть от 40 лет и до 60 лет активизировались в этом плане. Как-то больше стали следить за своим здоровьем. В этом году особое внимание к людям старше 65. Их приглашать на диспансеризацию будут только после снятия всех ограничений. Пока же ждут молодежь. В 20-ю поликлинику каждый день проверить здоровье приходит больше 30 человек. За декабрь в отделении профилактики побывали около 600 пациентов. Народ идет, мы активно приглашаем на диспансеризацию, но меньше, все равно немножко напуганный и меньше приблизительно раза в два, чем, допустим, это происходило по объему работы во время, когда ковида не было. Работу медучреждений в период пандемии обсудим в интервью с Игорем Воробьевым, главным врачом 20-й поликлиники, в воскресенье 27 декабря в 13.00 в программе про здоровье. Наталья Цопина, Сергей Жданов, Новости ОТС.